Доброе утро, коллеги! Сегодня в нашей гифпатерийской студии мы будем обсуждать нововведения в жилищное законодательство и на волнующие вопросы будет нам отвечать директор управляющей компании Дмитрий Дудко. Дмитрий, здравствуйте! Доброе утро! Расскажите, какие нововведения есть с начала этого года? Ну, это не с начала этого года, но оно уже еще с прошлого года, но в этом году просто оно очень активное. Это первое и самое важное, это экспертиза газопроводов для домов, которые срок эксплуатации свыше 30 лет. То есть все те дома, у которых больше 30 лет есть газ, подлежат обязательной экспертизе газопроводов путем инструментальной проверки. А кто будет оплачивать экспертизу? Ну, в сфере ЖКХ мы недатируемые предприятия, поэтому все работы, которые выполняются нами, либо нашими подрядными организациями, выполняются за счет собственников жилья, то есть за счет квартплаты. До какого числа все это будет проходить и что будет, если вдруг экспертиза в дом не пройдет? Ну, такого быть не может, конечно. Будем надеяться, что все дома пройдут экспертизу. В нашей управляющей компании уже 20 домов в прошлом году прошли данную экспертизу, выданы сертификаты, продлен срок действия разрешающего эксплуатации этот газопровод. Максимально это 4 года, минимально это год. Если вы помните, примерно то же самое у нас в 2014 году было с лифтами. Ну, пока экспертиза проходит, по нашей управляющей компании знаю, что и по другим, экспертизу дома проходят, сертификаты даются. В Евпатории заменили больше 30 лифтов в прошлом году в рамках программы капитального ремонта. Расскажите, поменяли ли у вас лифты в ваших домах? Ну, за период с 2015 по 2019 год в нашей управляющей компании уже было заменено порядка 10 лифтов. Это все было проведено за счет фонда капитального ремонта. То есть это могилевый лифт, это хорошие качественные лифты, получается. Даже вот в 2019 году у нас ввели тоже три лифта. Это на Победе 45, интернациональное 143. Три лифта ввели, получается. Слава Богу, мы их успели ввести до Нового года. Сделали людям подарок, получается, чтобы они, ну, могли, как говорится, свои покупки занести на новом лифте, получается. Расскажите, будет ли работать программа в этом году? Да, в этом году точно так же она будет про год. Как пообещало наше правительство, темпы они не будут останавливать, получается, как бы и до 2025 года, по-моему, если не изменять память, то будут у нас в Крыму заменены все лифты. Главное, чтобы только финансирование хватило, получается, потому что это очень дорогое удовольствие, получается. Мы с вами начали нашу беседу с заменой газового оборудования. Недавно меняли тепловые счетчики во всех домах. Я помню, было очень много сопротивлений среди жителей, потому что жители должны были оплачивать счетчики. Удовольствие это не дешевое. Расскажите, поменяли ли все счетчики? Нет, смотрите, получается, да, мы действительно людям ходим, предлагаем об установке тепловых счетчиков. На самом деле, да, если стоит тепловой счетчик, особенно сейчас, получается, как бы это выгодно. Есть у нас дома, которые, да, собирают средства на установку данного вида, получается, да. Единственное только, что мы еще людям сейчас просто рекомендуем тоже ставить к этим теплощетчикам, погодное регулирование, что, ну, действительно, может, как бы, снизить, ну, стоимость этой услуги. Очень актуальный вопрос для всего полуострова. Это ремонт за счет средств капитального ремонта, флотно-капитального ремонта. Расскажите, как к председателю дома обратиться в управляющую компанию или куда обращаться, чтобы дом отремонтировали? Ну, смотрите. Знаете, очень коротко, основные правила. Что делать? Первое, что это надо посмотреть, программу, на какой дом, на какой год стоит дом по ремонту. Нужен ли этот ремонт, там, или кровля, там, или фасад, либо нижний розлив дома, получается, перегреть с управляющей компанией. И если, ну, все нормально, и, конечно, то, что надо делать, то и надо делать, то тогда, как бы, мы следим за этим делом, тоже с фондом капремонта связываемся. Ну, как бы, нам со мной точно так же выгодно, чтобы был капремонт проведен в доме. Спасибо вам большое, Дмитрий Анатольевич. Я думаю, что мы ответили далеко не на все вопросы, которые, действительно, волнуют жителей нашего полуострова. И мы ждем вас у нас здесь в гостях еще не один раз. Я надеюсь, вы придете. Да, конечно, спасибо. А пока что я передаю слово нашим коллегам из Симферополя. Какая у вас тема дня? Спасибо.